Создать хорошую, крепкую игру – задача не из легких. Обычно разработчики либо пытаются смастерить многомиллионный блокбастер, либо делают что-то очень-очень средненькое. А вот просто хорошим играм, как правило, на рынке делать нечего. Поэтому авторам третьей части шутера Resistance пришлось отчаянно нам наврать. Шумная рекламная кампания, залихватки и удалые пиар-тексты, куча мероприятий для представителей СМИ, мол, смотрите, мы тоже хотим создать блокбастер, чтобы у вас прямо глаза из орбит начали вылазить. Ну, помните, как у Арнольда Шварценеггера, во вспомнить все? Ну вот, наша Resistance 3 будет настолько же крутой. На деле же никакого излишнего голливудского размаха или нового слова в жанре не получилось. Да и видно, что никто на этот счет и не парился. Нам выдали просто очень хороший, крепкий шутер, вполне заслуживающий того, чтобы вынуть из кошелька пару тысяч рублей и отдать их улыбчивому продавцу на кассе. Подробнее об этом мы расскажем в видеообзоре Resistance 3 на Playground.ru. Для тех, кто не следил за перипетиями развития сюжета предыдущих частей, быстро напомним суть конфликта. На Землю падает метеорит, содержащий неизвестный вирус. Человек, подхвативший его, довольно быстро превращался в гадкое и наглое животное с горящими желтым пламенем глазами – химеру. И вот уже ваш бывший садовник гоняется за вами с газонокосилкой, а молочник пытается сожрать вашу любимую собаку. Но, как оказалось, это не временное помешательство. Не случайность, а часть хитроумного плана. Цель – захват планеты и уничтожение человечества. Третья часть начинается с того, что мы обнаруживаем нашего героя Джо в небольшом городке Хэйвен, что затерялся в штате Оклахома. Естественно, речь идет о США. Человечество практически полностью уничтожено, а потому наш отчаянный герой неожиданно для себя решает, что нужно жить дальше. И горе оно все синим пламенем. Он заводит себе жену, ребенка и обитает в убежище вместе с другими повстанцами. И, видимо, так бы они до конца дней и скрывались от проблем внешнего мира, если бы однажды к ним не пожаловал один ученый. Он сообщил Джо, что существование самой планеты поставлено под вопрос, и его ребенок вполне себе может и не пережить ближайшую зиму. Так что им надо срочно отправляться в Нью-Йорк, устроить там маленькую ядерную войну и вернуться на круги своя. Джо подумал-подумал и решил, что так будет правильно. Наше путешествие начинается. Вообще, Резистанс 3 очень напоминает хороший дорожный фильм. То есть герой перемещается из одной точки в другую, знакомится с новыми персонажами. И все это ради того, чтобы рано или поздно достичь финального рубежа и схлестнуться в последней схватке за землю. Следить за историей довольно интересно. Откровенно слабых моментов здесь нет. Да и отсутствие излишней голливудизации пошло проекту только на пользу. Другое дело, что диалоги могли быть ярче, а образы второстепенных персонажей раскрыты лучше. Но разработчики как-то не склонны к философии и многочасовым разговорам о судьбах Родины. Ведь главное здесь это сам бой, противостояние человека и монстра. А с этим в Резистант 3 все обстоит отлично. И для этого есть несколько причин. Первая заключается в том, что авторы решили не идти на поводу у публики и решили не создавать очередной шутер с регенерацией здоровья и бесконечными перекатами. Вас ранили? Ну что же, очень жаль, но забежать за угол и восстановить здоровье не получится. Придется искать аптечку. Не нашли? Придется умирать и начинать все с ближайшей точки сохранения. Да и вечно прятаться за спинами напарников и укрытиями не получится. Рано или поздно враги выкурят вас из любой дыры. Ведь для этого у них есть пушки, заряды которых способны проникать сквозь стены. Так что никакого отсиживания по углам, коротких перебежек и бесконечного запаса жизненных сил. Рассчитывать приходится только на себя, стараться как можно меньше стоять на одном месте и держать монстров подальше от тела. Безмерно радует и арсенал героя. И тут разработчики не пошли на поводу у новомодных тенденций и остались верны традициям. Дело в том, что Джо носит с собой достаточно увесистый арсенал. Тут вам и автомат, и термит, позволяющий стрелять через стену, и дробовик, отлично подходящий для ближнего боя, и электрический ствол, создающий или небольшие черные дыры, или бьющий током все живое. И ведь это еще не все орудия уничтожения химер, доступные нам. Приятно, что никто не заставляет нас пользоваться определенным видом оружия для определенной ситуации. Точнее, если вам необходимо уничтожить дальнюю цель, тут, конечно, без снайперской винтовки не обойдешься. Если же враги засели в здании, то лучше всего подойдет термит. А уж если толпы химер несутся табуном прямо на вас, то придется использовать и дробовик, и револьвер, и вообще любое оружие ближнего боя, вплоть до приклада автомата, который позволит выкрыть время для перегруппировки. Признаемся честно, такое многообразие нас здорово порадовало. Ну а то, что это далеко от реальности, ну да, действительно, простой смертный не может таскать на себе 7-8 стволов и набор разнообразных гранат. Но так и химер в природе, кажется, не существует. Не меньше порадовали и сами бои. Разработчики постарались сделать все, чтобы на протяжении каждой миссии мы не только испробовали все виды оружия, но и столкнулись с большим количеством разнообразных неприятелей. И это им вполне удалось. Чего стоят только стычки с огромными врагами, за уничтожение которых придется истратить не один и даже не 101 рожок автомата. Да и обычные перестрелки поставлены с точки зрения режиссуры очень эффектно. Нам постоянно приходится комбинировать различные виды оружия, продумывать стратегию поведения на поле боя и стараться как можно эффективнее взаимодействовать с напарниками. Особенно это касается кооперативного режима, когда вместе с вами выполнять задания могут друзья. Причем не только по сети, но и сидя рядом на диване. Неплохим получился и мультиплеер. Командные баталии между людьми и химерами увлекут на пару недель или даже месяцев всех любителей сетевых побоищ. Баланс выверен, карты проработаны до мелочей. Впрочем, каким бы ни был хороший мультиплеер именно в Resistance 3, тягаться с такими грандами как Modern Warfare 3 или Battlefield 3 по продуманности и от точности баланса он не сможет. Все-таки это сюжетный шутер, который хочется именно пройти. Да несколько раз, да с другом. А сетевые баталии — приятное приложение, но ничего большего. Через полгода после релиза на серверах станет совсем пустынно. Увы, без минусов не обошлось. Первые две трети игры получились очень яркими, насыщенными событиями. Разработчики радуют нас частой сменой декораций, появлением интересных второстепенных персонажей. Бои в большинстве своем разнообразны и не скучны. Но под конец… Ох… Под конец же происходит нечто странное. Такое ощущение, что авторы банально выдохлись. Нас начинают мучить одной волной неприятелей за другой. Пейзажи резко бледнеют, замыливаются, появляется осточертевший всем футуризм. И самое неприятное, что игра в самом конце напрочь перестает удивлять. То есть уровень высокий, интерес не пропадает, но по сравнению с началом — слабее, скучнее, обыденнее. Именно это не позволило нам выдать Resistance 3 плашку «Выбор редакции». Именно это погубило шансы на награду «Лучший консольный шутер года». Но все это, в общем-то, не так важно. Важно то, что Resistance 3 получился очень хорошим, добротным и крепким шутером. А таких сейчас слишком мало. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok